Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый над Украиной малазийский Боинг в 2014 году. С таким заявлением в Брюсселе выступила верховный представитель ЕС Федерико Магерини. В авиакатастрофе, напомню, погибли 298 человек. Чего ждут от России, расскажет Елена Абрамович. Взять на себя ответственность и помочь установить виновных в крушении пассажирского самолета. С таким призывом к России от имени Евросоюза выступила Федерико Магерини. Основанием стал промежуточный отчет Объединенной Следственной Группы, а также официальное обвинение России Нидерландами и Австралией. Для нас очень важен результат расследования. Вы знаете, что Европейский Союз всегда полностью поддерживал следствие. Все 28 государств ЕС в который раз подтвердили свою абсолютную поддержку выводам этого расследования. И всем усилиям, направленным на выявление виновных. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к установлению виновных. Впрочем, президент России не раз заявлял, что не доверяет расследованию. После обвинения со стороны Нидерландов и Австралии повторил. Результаты сомнительны, поскольку Россию не допустили к расследованию и аргументы Москвы не приняли во внимание. В Брюсселе такой реакции не удивлены. Провести быстрое прозрачное расследование в международном трибунале ООН было невозможно из-за вето России. И теперь она критикует это расследование, что тоже нечестно. Но я верю, что придет время, хотя в это тоже сложно поверить. И виновные будут привлечены к ответственности. Наказания виновных ждут и родственники. Жертв авиакатастрофы от Москвы требуют 330 миллионов долларов. Соответствующий иск уже в Европейском суде по правам человека. О причастии России к крушению Боинга говорили и в НАТО. В то же время генсек организации заверил, Альянс ищет общий язык с Москвой и ждет политического диалога. Из Брюсселя Елена Абрамовича, Евгений Каминский и подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова